Привет, друзья, на связи Антиквар. Ждете ли вы выхода фабрики в третьих героях, так как этого события жду я? Вот с такого абсолютно непраздного вопроса я и решил начать наши сегодняшние геройские приключения. У меня есть при этом очень большие сомнения, что это радостное событие произойдет прям в совсем ближайшее время, и вот, чтобы окончательно не растерять свой скилл в Героях Меча и Магии 3, я и решил пройти парочку отдельно взятых сценариев. И сегодня мы будем играть в миссию Великая Пустошь. Этот сценарий был добавлен в новогоднем обновлении Хотель. Решил поиграть я за оплот, но тут меня привлек не сам замок, не сам оплот, а именно Рейнджер Жизель. Новая барышня, новый персонаж, который был добавлен в уже поименованном мной обновлении. Я хочу посмотреть, насколько хороша Жизель, насколько имеет смысл ее брать при противодействии мощным магам. Ну и в каких фракциях самые мощные маги? На мой взгляд, ответ-то тут, в общем-то, очевиден. Это у нас Темница, Чернокнижники и это у нас Элементалисты из Сопряжения. Ну и чтобы разбавить эту магическую, убермагическую кампанию, давайте мы поставим еще, я не знаю, давайте замок мы поставим. Ребята из замка, как правило, неплохо себя показывают, неплохо выступают. Думаю, что это должно быть интересно. Играем, естественно, на сложности 200%, без ресурсов. Максимально затрудню себе жизнь, насколько это возможно. Нужно героев, понятно, компьютер выберет сам, стартовый бонус тоже пусть он сам с этим определяется. В общем-то, все, что нужно было сказать в начале, в преамбуле к этому прохождению. Давайте начинать, поехали! Так, ну что же, давайте обратим внимание на расклад, который нам здесь выпал, что тут вообще есть, чем мы располагаем и будем как-то начинать двигаться вперед, к вершинам власти. Поведем нашу замечательную Жизель. Так, эльфов зашло хорошо, по максимуму кентавров плохо, прям вот чуть ли не минимальное количество 12, по-моему. Ладно, давайте познакомимся с нашей героиней. Однажды в деревне, где жила Жизель, был праздник. Пожилой друид, живший в роще по соседству, согласился показать селянам пару несложных фокусов. Когда у старика стало все валиться из рук, он сразу понял, что всему виной была ухмыляющаяся девочка, стоявшая в первом ряду. Вот такая вот у нас барышня. У нее сразу же продвинутые помехи и специализация тоже, соответственно, на помехи увеличивает эффект навыка на 5% за каждый уровень героя, что неплохо, да? То есть на продвинутом уровне на 20% уменьшает силу магии противника, вражеского героя. На эксперте на 30%, то есть на 20% уровне прокачки Жизель она будет уменьшать на 60%, по идее, да? Если я правильно понимаю эту математику. Ладно, будем посмотреть, как говорится, как это все работает, но пока мы должны взять немножко денег, чтобы нанять второго героя и начать здесь как-то крутиться от всего от этого. Начали мы, кстати, на пустошах, на тех самых, на новом ландшафте, который будет родным для фабрики, которую мы все так ждем. И на этом ландшафте, в общем-то, сейчас все фракции, существа всех фракций перемещаются со штрафом. Так что, в общем, не важно, кто у нас тут будет. К нам заходит Аэрис, кстати говоря. Неплохой герой с разведкой. Плюс заходит Андалл. О! Так, сейчас Андалл, понятно, для нас классный товарищ. У него плюс один кристалл, да, у него специализация на принесение кристаллов, есть поиск пути. И под Аэрисом оказывается вообще Джеремис с пушкой. Это неплохо, пушку заполучить. Ну, правда, без артиллерии она так себе работает. Но, в любом случае, это неплохо. Так, здесь хоп-гоблинов мы пробиваем. Это, кстати, не самая лучшая охрана. Почему? Потому что она обгоняет всех наших юнитов. То есть у них седьмая скорость, у нас шестая. У кентавров и у эльфов, у гномов вообще третья. Но тут все понятно. Благо, они в одном стейке. Так, и в одном стейке, да. Вот что я думаю нужно сделать. Нужно их выманивать вперед. И уже добивать. То есть мы отдаем сколько? Мы отдаем, по идее, три единички. И если сейчас не будет морали, то на этом все и закончится. Правильно? Я рассуждаю. Да, правильно я рассуждаю. Сколько ты добиваешь? 11-12. Отлично, изумительно. То есть лучше провести этот бой вот таким героем, вот с такой армией. Ну, я не знаю, как это можно было сделать. Возможно, что умельцы найдутся. Посещаем мы обзорную площадку. И давайте немножко оглядимся, что у нас тут есть. Ну, во-первых, я не отметил, у нас тут есть скважина. Сразу же новый объект. Есть раз, есть старатель. Но это не очень интересные объекты. В том плане, что они просто дают деньги. Или вот тут еще, по-моему, ртуть может быть. Ну, в общем, вариативность невысокая. Да, всей этой истории. А вот могилы, это очень круто. У нас их тут две, насколько я вижу. Не буду спойлерить тем, кто не знает, что это такое, как это работает. Хотя, в общем-то, даже по внешнему виду можно догадаться. Ладно. Об этом позже. Так, дальше смотрим, что у нас есть. Есть дерево, есть руда. Хорошо, надо отбивать, правда, но есть. Выход охраняют в нашей мини-области Биверной Монархии. Тут можно пройти к Никсам Войнам и Консерваторию Грифонов, что радует. Так, а на север мало Скорпикорда. Ну, я планирую здесь попробовать отыграть свою любимую тактику. Молниеносного Блицкрига. Ну, насколько он получится у меня молниеносным. То есть, предполагает эта тактика, что я по максимуму здесь как-то кручусь-верчусь очень быстро и иду куда идти. Но, по идее, что-то мне подсказывает, что замки по углам здесь находятся, а в подземелье какая-нибудь, ну, такая история, там, ресурсы, артефакты. Мне почему-то кажется так. Поэтому или сюда, или сюда. Даже не знаю. Давайте на север, наверное, пойдем. Почему нет? Почему бы и нет? Все равно как бы нет представления, куда прям лучше идти однозначно, да? Так, ну, здесь мы, естественно, берем Андала сначала, потому что он с армией. О, у нас прям народ из причала попер. Косметра, какая сладкая парочка, да, друзья мои? Кто смотрел моё прохождение компании Рок Бездны, ну, или сам проходил, или еще каких-то стримеров, летсплейщиков смотрел, тот знает, что этих ребят много что связывает. Так, хорошо, Андал. Их, конечно, много что связывает, но если Джереми прям интересный герой, который мог зайти к нам в таверну, прям его и рад видеть, то вот Косметра, ну, такой себе вариант. Могло быть что-то и получше, и повеселее. Ладно, здесь нам нужно что сделать? Нам нужно построить эльфов, а это 10 древесины и полторы тысячи золота. То есть вот эти две кучки древесины нужно собрать, да, 807 очков, у нас остается передвижение. Ну, по идее, должны успевать, так, на глаз, на глазок гейминг, да, знаете, кто так играет? Ну, те, кто следят за геройским-то миром, знают, какой игрок прославился такими стратками. Таким, точнее, подходом к игре, наверное, вот так правильнее будет сказать. На глазок гейминг. Мне, конечно, до уровня этого игрока очень далеко, но надеюсь, что даже остатков моего скилла хватит, чтобы справиться на этой карте с компьютерными оппонентами. Просто, если я не справлюсь с компьютерными оппонентами, то лавочку, пожалуй, можно закрывать. Как вы считаете? Вот, смотрите, хорошо, зомби отбайтились, да, на единичку отманились, прям молодцы. Прям вот замечательно. Ну, продолжаем дальше их вести, наверное. Почему нет? Тут давайте еще под уменьшим народонаселение. Так, здесь никто не доходит сразу. Это хорошо. Делай раз, делай два. Тут попробуем подставить другую им... Нимфочку, да, чтобы они, возможно, побежали в ту сторону. О, как! Они еще и все туда побежали, убежали от нашего кентавра. О, ничего себе! Я думал, как бы кто-то все равно сюда пойдет. Нет, смотрите, как миленькие пошли. Ну, давайте вам новый приз дадим. В эту сторону бегите. Так, последний выстрел у пирата, но это ничего страшного. Думаю, что здесь мы уже просто доковыряем всех вот так вот кентаврами. Спокойно, и тут эльфы все закончат. Так и есть. Не берем сразу мы медальку. Девять. Девять, да, древесины. Можем сразу взять лесопилку, но нам не хватит тогда на следующий ход. Мы не сможем подобрать единичку древесины, такую нам необходимую. Поэтому нет, сначала поднимаем древесину, потом уже все остальное. Получается так. Получается так. Хорошо, эльфов мы ставим. То есть, ход от стройки мы не пропустили. Вообще, первый день очень неплохой, очень успешный. Друзья мои, я вообще постараюсь вначале, по поводу прохождения этого сценария, знаете, как играть. Ну, так, ходы еще эрисы остались. Ну, походить куда нужно он не может. Я постараюсь, ну, как-то восстановить свой навык игры. То есть, не буду очень куда-то торопиться лететь, сломя голову. Думаю, что вы мне простите такой основательный подход. Так, камень знаний-то сейчас нет. Нам важно вытащить войска подальше. Подальше войска. В принципе, здесь нам все равно нужны деньги, правильно? Так, единственное, что я так стал замечательно. Он дал, он, да, что все перегородил. Ну, понятно. В общем, все в лучших традициях. Ладно. Уже перегородил, что ж поделать. Тогда, что я делаю? Тогда я здесь аэрисом подтаскиваю войска. Нанимаю Джереми. Тант. Ну, вот танк не очень интересен. Будем откровенны. А больше, наверное, я никого нанимать не буду. Так, сейчас, секундочку, дайте я соображу. Мне нужно, 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 что мне нужно? Эльфиков бы я хотел нанять, если честно. Вот что я бы хотел сделать, но сейчас давайте мы возьмем вот эту кучку золота. И это для нас многое прояснит. Так, трех эльфов я могу нанять. То есть, во-первых, мы... Так, трех эльфов нанять. А улучшить я их, кстати, не смогу. Я бы лучше тогда не нанимал бы трех. А этих бы улучшил. Хотя бы. Да, я и этих улучшаю. И еще сколько? Двух беру. Вот, вот это уже хорошо. Вот это уже другой разговор. Восемь благородных эльфов. Это какая-никакая сила. Воевать нам будет попроще. В таком режиме. Так, здесь отдаем Джереми нимфу. Нечего бегать на кентавры. Кентавры все на вес золота. Как вы понимаете. Жизель поднимается на новый уровень. Второй. Предлагают стрельбу. Но вы знаете, я какой-то себе билд. Такой в голове уже составил. Придумал. Там нет стрельбы. Но все-таки оплот это не тот замок, который должен играть от стрельбы в моем понимании. Да, здесь есть эльфы. Они безусловно хороши. Но не готов я тратить под стрельбу целый слот. Давайте возьмем экспертные помехи и поиграем в геройскую рулетку. Посмотрим, что нам предложат на третьем уровне. Так, ну и здесь продолжаем двигаться. Правильно? Вперед. 24 зомби. Какая-то все ерунда, как вы понимаете. Рельеф, правда, сильно хуже. Но будем надеяться, что зомби также замечательно будут ходить за нашей нимфочкой. Да, по крайней мере, начало положили они. Для этого побежали как миленькие в нужном нам направлении. Так, здесь ты на самом деле стой. Надо мне еще к полосе вот к этой привыкать. Да, вот смотрите, как работает. Да, то есть можно навести и нам подсветит, кто из них ходит. Это, конечно, удобно. Удобное нововведение. То есть я его уже видел, да, когда гайды пилил свои последние. Но поиграть с ним у меня возможности, в общем-то, и не было. Так, здесь начинаем потихонечку стрелять. Единичку, наверное, имеет смысл отдать вот эту. И отманивать здесь на основной степ нимф. Как-то вот так мне это видится. Ну, здесь пропускаем ходы. Встаем в позицию. Это все понятно. Еще пираты добавляют. О, с прямой стрелы гранды могут, да, бахнуть. Ну, давайте бахнем, а почему бы и нет? А почему бы, собственно, и не бахнуть? Когда предоставляется такая возможность. Так, здесь. Гнома я даже не знаю. Пусть здесь, наверное, стоит. Пушка добивает самого стремительного зомби. Если, в принципе, к зомби применительно слово стремительный, да? Характеристика стремительный. То упал именно такой отряд. Здесь. Так. Слушайте, так я их просто сейчас расстреляю, да и все. Тут вообще думать-то не над чем. У пиратов еще есть выстрел. Пушка там потерпит. Если что. Ну, даже терпеть не приходится. Просто мы нимпочкой добиваем этих ребяток и все. Так. Здесь. Здесь. Что по уму вам у Джереми? Сколько остается? Остается много еще, да? Тогда этот сундук на нем. Жизель у нас прыгает под землю. А здесь у нас вот что-то открыто, кстати. Ну, во-первых, здесь открыт новый артефакт, тоже добавленный. Ну, понятно, что он уже для тех, кто играет в герои, в ход он далеко не новый. Но вот на момент выхода обновления, да, новогоднего, он был новым. Вот один из трех новых артефактов на помехе. И мои, да? Мои три внешних, четыре внешних жилища Гаргон. Плюс Гладиус Титана. Охраняет это все мало, малое количество ржавых драконов от одного до четырех. Ну, где-то не пойми где, как сюда попасть, не имею понятия. Есть городской портал, есть курточка на старое сопротивление магии. Ну, в общем, интересно. Ладно, здесь хорошо, что есть деньги. Мне, кстати, сейчас нужно, знаете что? Мне нужен еще один герой. Сейчас поймете, зачем. Так, здесь мы как раз берем сундучок. Один герой мне нужен в цепочку вот сюда, то есть построить цепочку. Чтобы все это вытащить у Жизель. То есть смотрите, Жизель сейчас пробивает ходячих мертвецов, пробивает грифонов, отдает войска. Тут, ну, насколько добежит ее вообще. Шахту будет брать уже не она, нам надо просто ее отбить. Кристаллы нам нужны. Понятно, что есть андал, но и дополнительный источник не помешает. Вот, то есть Джереми подхватывает, везет, видимо, к Асметре будет передавать, да? Она вытащит их дальше, ну и здесь отдадим хотя бы, пойдем забирать рудную шахту. План какой-то такой. Пока тут у нас есть ходы у Асметра, можно... Ну, для нее ход, в общем-то, довольно-таки бестолковый получается, в том плане, что... Давайте посмотрим, ничего здесь не лежит, скрытый от нас. Нет, не лежит. Просто видите, как... А, тут мы не можем посмотреть. У меня просто такое чувство, да, что вот здесь золото, его очень плохо видно. Но если бы мы навели лошадку, убьем минотаров, я вам покажу. Она бы встала на дыбы. И было бы очевидно, что там есть что-то вкусное, интересное. Так, мне бы понять, сколько у тебя? Полторы тысячи, да? Полторы тысячи, триста единиц. Куда-то ты сюда и вернешься. В принципе, можно, наверное, к Асметру поставить где-то вот... Где-то здесь ее оставить, и будет норм. Да, и мы должны эту цепочку срастить и вытащить войска, передаться вот сюда. Хорошо, хорошо. Здесь бой, понятно, вообще такой прям вот. Слушайте, друзья мои, ну, ну, нет. Ну, какие ходячие мертвецы? Я, конечно, рад, что... Есть желание присоединиться ко мне, усилить мою армию, но... Ну, друзья мои. Ну, не ходячие же мертвецы. Надо было эльфами, кстати, подойти. Давайте как-то вот сюда, что ли, подойдем. Сейчас мы просто здесь всех расстреляем, да и... На этом закончим это приключение. Так. Так, так. Кентавра подведем. В общем, сейчас все сделаем красиво. Ну, хотя в таком бою... Много ума не надо, чтобы сделать красиво. Ладно, без потери это самое главное. Это все будет делать не Жизель, правильно? Думаю, что да. Грифоны, 14 штук. 14 королевских грифонов. Ну, тут нам надо закрыться. Ясное дело. Причем закрыть надо в том числе и кентавров. Вот что я вам скажу. Пусть уж лучше бьют по... Пиратам, чем будут бить по кентаврам, правильно? Я считаю, что правильно. Как-то вот так мы встановимся. И... Ну, тут эльфы... Сколько смогут, столько убьют. По пиратам убьют. Все, в общем-то, это ожидаемо. Так. Нимфочек бы оставить, конечно, тоже бы хотелось. Это понятно. А что ответку-то не снял? Непонятно. Ладно. Мда. Нет, тут стоим. Тут стоим. Неоптимальный бой. Вот прямо скажем, вообще неоптимальный. Я его провел, конечно. Ну... Все о том же... О той же потере скилла хочу вам сказать, да? Объяснить эту ситуацию. Получаем третий уровень. И это, конечно... Ну, не сказать, чтобы ужас-ужас. Я с удовольствием возьму магию воды. Как бы это ни звучало для многих зрителей. Да, именно с удовольствием. Я считаю, что магия воды, она хороша. Она очень сильно недооценивается. У рейнджеров, если что, у них на получение магии воды и магии земли одинаковые шансы. То есть, максимально высокие. То есть, получив магию воды, прокачав ее... Ну, вообще, получив, да? И прокачав до эксперта, шансы на получение земли возрастают прям вот... Практически становятся... Ну... Как сказать? Ну, они очень большими становятся. Так. Здесь... Здесь, что я делаю, Жизель? Если я бегу сюда, 736. Я не могу туда бежать-то. Давайте вот, что я сделаю. Я засвечу все-таки ей подземку, да, с нашей стороны. Видим какой-то гарнизон. Понятно. Красные драконы, Скорпикоры и Минотавры. Короли. Самое главное, что мне здесь нужно выяснить... Вынести из этой картинки... Ну, есть, да, наши, кстати, Драконьи Скалы, но... Да, охраняются всего лишь Архангелами, все в порядке. В общем, самое главное, что нужно вынести, это количество ресурсов, которые в свободном доступе я смогу их полутать кем-нибудь из наших героев, да, кто отправится под землю. Здесь, Джереми. Кстати, Минотавры есть. Может быть, Джереми... Используя, что он у нас... Пушкарь... Пробить их? Опять же, мне надо сохранить кого? Мне надо сохранить Кентавров, правильно? Остальных я могу подставить. С чистой совестью. А давайте, да, я просто пробью Кентавров. Кентавров, отвезу армию. Просто Джереми как-то повеселее будет их пробивать. Кентавров, Минотавров, естественно. Чем это будет делать Джизель? Давайте попробуем. Восемь Минотавров. Понимаем. Быстрые ребята, высокоморальные. Но, надеюсь, что мы на себе не будем это испытывать. Да, отскочили мы в плане моралей. Здесь. Встаем. Пушка начинает работать. Правильно? Правильно. Здесь мы еще перекроемся. По возможности. Ты стой. Ты сюда. Ты сюда. Так, здесь. Ты не доходишь. Ну, замечательно. Замечательно. Тогда зачем нам лишние потери? Пираты здесь пусть постреляют. Сколько уж там смогут нанести, столько и нанесут. Пушечка делает минус один. Замечательно. Так, тебя мы давайте оставим сверху. Прекрасно. Вот это вот не прекрасно, естественно. Угу. Здесь. Здесь. Терпеть, не терпеть. Надо, по идее, идти бить. Вот так, наверное, да? Здесь снимаем ответочку. Да, все нормально. В итоге нормально все разрулилось. Гномика отдали, конечно, но... Ничего страшного. Сюда я могу идти? Сколько сюда бежать? 727, да? Шах стоит 125. Насколько близко к осметре надо будет ко мне подойти? Слушайте, слушайте, ну я хочу... Нормально все получается. Хочу шахту сразу забрать, чтобы она начала нам работать в плюс. И здесь, соответственно, отдаем армию. Так, в целом неплохо. Тут Аэрис. Что делает Аэрис? Ну, наверное, дальше вот это все собирает. Можем ли мы что-то построить? Вопрос. Мы можем построить арку дендроидов, между прочим. Давайте это делать. И что еще? И мы можем нанять пару эльфов еще. Это тоже нужно сделать. Пренебрегать такими моментами не стоит. Ну все, даже на кентавра не хватает. Передаем сиандалу. Он у нас бегает здесь. Без штрафа, видите, да? То есть штраф здесь 0.25 на пустошах. Но поскольку у нас есть базовый поиск пути, вот эти 25% штрафа он как раз убирает. Поэтому любой персонаж с базовым поиском пути себя в пустошах или, скажем, на каменистой местности варваров чувствует превосходно. Превосходно. Так, здесь. Здесь. Через верх, может быть, уже просто армию вытащить. Вот ящеры мне не нравятся, конечно, но пробивать их вообще-то надо. Вообще-то вот, а что делать? Да, как говорится, нравится, не нравится, а что делать? И пробивать кем? Хороший вопрос. Вот он, кстати, претендент на мейна. Пожалуйста, кому нужна магия земли. Мандал налутал ее, нет проблем. Так, Аэрис что делает? Аэрис бежит подбирать все, что лежит не очень удачно. Да, ну, руды у нас на самом деле и так валом. Нам вот нужно кентавров будет забрать в первую очередь. Ну, и тебя, наверное, в замок подкупить эльфов. Нам нужно вообще войска как-то еще скупать. Ящеры. Интересно, кого ящеры будут стрелять, как вы думаете? По эльфам или по кентаврам? Вопрос вообще вот ни разу не праздный. Так, вот лошадка, видите? Так, сейчас мы... Сейчас я просто подумаю, подождите, прежде чем я буду вам что-то показывать. Не хочу нафейлить. Я сейчас этим ходом здесь Жизель собираю. Ну, мне надо просто пройти к звездной оси, правильно? Поэтому я вот тут это собираю. Вот, то есть, смотрите, золото этого, ну, вот оно чуть-чуть проглядывает, но если бы вообще даже не было видно, вот мы ведем курсор, да, и видите, лошадка встает на дыбы. Мало ли кто из новичков смотрит? Думаю, это будет полезно. Так, хорошо. На следующий день у нас, на самом деле, Жизель готова пробивать Скорпикор. Ну, видите, у нас и чисто географически, как мы движемся логистически, получается, что нам выгоднее идти вот сюда на север. Чем бежать было вот сюда, на восток. Поэтому, раз так все срастается, то мы и оставим все это дело. Так, Джереми, ты у нас... Нет, ты у нас не успеваешь, к сожалению, к ящерам. Но ты у нас успеваешь встать на вот эту вот... Так, могила. Могила хорошо, как бы, да? Нет, Джереми, давайте мы отправим под землю собрать все, что плохо лежит. Тут есть чем заняться, вот пусть занимается. Так, хорошо. Теперь, теперь. Нам, кстати, не хватает одного кристалла до постройки Серебряного ручья. Да, о чем мы вообще на этой неделе хотим построить? Куда выйти? Куда хотим мы выйти? Хороший вопрос. Сейчас-то вообще бы префектуру, наверное, поставить было бы неплохо. Можно цитадель, да? Четвертый день. Давайте префектуру. Я начну именно с нее. Ты, барышня, заходишь, покупаешь нам эльфиков, покупаешь нам кентавров. Кентавров хочу сразу докупить здесь до конца. Есть ли здесь золото? Есть здесь золото. Сейчас давайте мы аэрисом передаем армию Андалу. И бежим куда? И бежим собирать это самое золото. И вот он у нас и встает на могилу. Значит, могила как работает, да, вот этот объект? Тут нужно копать, то есть как раскапывается Грааль, так же через вот эту вот кнопочку раскапывается и могила. Там могут быть деньги, причем от разброса очень большой, от 500 монет до 5000, если я не ошибаюсь. И артефакт, не скажу какого уровня, но не только самый и вот первый, да, и второй тоже, в том числе. Может быть и третий. Насчет этого, правда, вот не уверен насчет третий. Так, ладно, постройка у нас есть. Косметра берет кентавров до конца. У нас Терек, да, тут еще заходит. Понимаю. И сколько можем дендроидов взять? Всех. Супер, супер. Вот что я вам скажу. Так, и практически она успевает еще и дотащить все до андала. Ну просто красотка. Просто ты молочина. Здесь. Здесь так, здесь так. И вот так. И вот так. По кому будут стрелять ящеры? Вопрос. Вот такой вот у меня есть. Армию, конечно, хотелось бы здесь сохранить в каком-то более полном виде, да? Ну ладно. По кентаврам. Ну, в принципе-то ожидаемо. В принципе, ожидаемо. У нас есть медлительность, да? А сколько скорость? Четыре. Ну и так тебя обгоняем всеми. Кстати, кентавры добегают с одного хода. Очень удачно они у меня тут стоят. Я вам скажу, с таким ландшафтом, это вообще, наверное, единственная позиция из семи возможных, откуда они добегают. Так, ну и здесь мы побежали. Здесь мы хотим забайтить. Вот. Вот этого мы здесь и хотим, да? Добиться. Хотим забайтить ящеров на стрельбу по другим нашим войскам. Не по кентаврам. И тут бы, по идее, забайтить их еще разочек. То есть тут я их просто блокирую. Не бью. Или бью. Или сразу бью. Вопрос. Давайте сразу бить. Да, единичку мы теряем. Но если бы они полным бы стеком... Вот они, конечно, пошли на матросов. Но я же не мог узнать, что они туда пойдут, да? Если бы они сразу бы полным стеком бахнули по нашим кентаврам, было бы куда больнее, чем одна единичка. Так, а вот это интересно. Базовая грамотность. Берем, естественно. То есть замедление, если что, мы, считайте, уже переучили. Так, здесь еще одна могила. Конюшня просматривается. Можно сразу же сюда зайти. Морские змеи. Вот сюда проход. Да, охраняю. Очень красиво вот эта арочка. Ну, тут, наверное, можно проходить. Да, еще одна могила мы видим. Стоят архидьяволы. В общем, что-то тут вкусное. Ну, наверное, какая-то центральная зона тоже богатая. Причем, смотрите, как пустоши идут из нашего угла. И вот так вот продолжаются по диагонали. Слушайте, ну, рельеф, как по мне, очень красивый. Вот эти пустоши сделаны, вот эти трещины. Ну, правда, я смотрю, вспоминаю вторых героев. Прямо у меня в свое время в двойку было наиграно столько времени, что мне прям в радость вот это все видеть. Мой глаз радуется. При этом помню комментарии под видео вот этим новогодним, да, 1 января, который я сделал и выгрузил по поводу обновления. Там, конечно, мнения были и менее восторженные в том числе. Так, здесь раскопки. То есть бахаем на лопату, копаем. Подковы демонов. Это неплохо, а вот 500 денег, 500 денег слабо. То есть здесь могло быть все гораздо лучше. Ладно, будем рады надеяться, что здесь нам повезет больше. Но тут, опять же, не загадывай, как говорится, да? Так, что мы можем сделать здесь? Мы можем построить зачарованный ручей. Надо нам это? Ну, наверное, да. К сожалению, у Жизель нет книжки, но и возвращаться в город, терять столько времени, я не готов, скажу вам честно. Так, здесь бы нам взять, как их зовут, Пегасов. Соответственно, Косметру мы двигаем назад. Да нам вообще-то бы и гномов взять, да, еще? Так, спокойно, спокойно. Сундучки маленькие, к сожалению. Могли бы как-то расщедриться и побольше. Лучше так, но мы сейчас денег-то наберем. Денег мы наберем, здесь много. Тактика у Джереми. Тактика это интересно, кстати говоря. Тактику надо брать. Не знаю, пригодится или нет, но когда на одном из твоих героев есть тактик, это всегда неплохо. Кстати, я сразу не заметил, ну, внимательность, это мой конек, все это знают. Аркуд андроидов, да, который здесь еще есть. Так. И нам, кстати, надо кем-нибудь саппортить, по идее, Жизель. Вообще, Джереми хороший саппорт в плане того, что у него есть артиллерия, и он может... Ну, плюс он подкачанный уже, да? У него есть тактика. Слушайте, давайте мы, наверное, Джереми отправим следом за Жизель. Здесь Скорпикоры. Мало. Так, они ворвутся в кентавров, и сделать я с этим ничего не могу, правильно? Получается так. И сделать я с этим ничего не могу. Здесь может быть еще одного героя нанять. В принципе, там есть где побегать, Терека. И мы сразу привезем тех же гномов, которые смогут потерпеть, если что. Так, ну, ты-то вот-вот бесполезен нам. Здесь мы давайте единичку Пегаса оставим на разгон Казметре. Не лишним будет. Понятно, что Пегаса в данном случае это не то чтобы какая-то серьезная боевая единица, но это единичка, которая может нам помочь разгоняться как-то пободрее. Так, здесь так, Терек. Ты у нас куда добегаешь? Добегаешь, красавчик. Андал учит у него ускорение. Слушайте. По магии прям хорошо, да, становится. Ну, под Скорпикор я, естественно, Пегасов брать не могу. По понятным причинам. Слушайте, ну и в Кентавров, конечно, Скорпикор это прилетит. Никуда я от этого не уйду. Я просто еще что подвис, да, Джеремита с тактикой мог бы там расставиться покрасивше, но он не успевает, он далеко. О, так, ладно. Ладно, здесь так, здесь. Терять много времени мы не имеем права. Пятый день, если город где-то в углу. Ну, я даже не уверен, что мы на первый день на самом деле туда успеваем. В идеале это надо проворачивать до первой популяции. Но вот как получается? В данном случае не получается это сделать до первой популяции. Ну ладно, будем пробовать. В крайнем случае, что мы теряем. Шесть Скорпикор. Теряем, теряем мы. Не так и мало. Ладно, сколько кентавров-то отъехало? Где у нас... А где у нас стал этот... Как его зовут? Журнал-то где? Не понял, где журнал. Автоматическая битва. Это магия. Раньше тут была кнопочка, но, видимо, я что-то просматриваю. Ладно, ничего страшного. Давайте по кому-нибудь постреляем. Смотрю я на наши жалкие потуги по кому-нибудь пострелять и вспоминаю стрельбу, которую нам предлагали. Помните, да? Было такое. Так, здесь мы подставим гнома. А что делать? Нам надо закрывать эльфов определенно. Здесь так. Здесь... Стой, наверное. Да, ты стоишь. Ты бежишь. Ну и тут мы... Кентавров-то не закроем. Во, благо на них накинули паралич и скорпикоры перестали по ним стрелять. Вот это очень хорошо, кстати, было. Так, здесь... Да можно на самом деле просто в защиту встать. Да и все. Отлично. На пушку забайкились. Вы, мои хорошие. Так, 58, 62. Ты полный, целый, живой, да? Хорошо. Пушка... Ну, пушка тут выдержит, знаете, сколько таких наскоков и атак. Эй-эй-эй. Ну... Кто так поступает? Ну, вот что... Вот этот удар последний по кентаврам. Это было вообще-то подло, я считаю. Так, ладно. Было и было. Подло и подло, да? Что мы видим здесь, интересно? Мы вышли, видим здесь еще одну золотоносную шахту. Так, видим пирамиду, но это нужна мудрость экспертная. Что-то древние чудища охраняют. Ну, в общем, пока не очень понятно. Так, Джереми мы подтаскиваем следом, и Андал тоже пойдет следом, правильно? Думаю, да, Андала тоже имеет смысл туда отправить, а косметру загнать сейчас все-таки под землю, чтобы там кто-то дочистил. Так, и она, кстати, отдаст своего пегаса сейчас именно что... Джереми. Да. Так я и сделаю, чтобы он как-то побыстрее нагнал честную кампанию. Все, поехали. Тут вроде разобрались, правильно? Правильно. Так. Андал может забрать войска у Жизель. Кстати, вообще-то надо было вот так, наверное, сразу сделать, но я что-то не сообразил. Ладно, не страшно. Войска у Жизель мы забираем. Выделяем единички и идем на троллей. Правильно? Правильно. Потому что нам нужна еще одна золотоносная шахта. Если ее можно забрать, то давайте мы это сделаем. Так, сад откровений прям манит меня. Но я даже не знаю, могу ли я себе позволить свернуть с дороги. Наверное, могу. Почему нет? Два шага-то в сторону. Я так бегу куда-то, да? Так тороплюсь, как будто я знаю, что я куда-то успеваю в конкретный момент. То есть я предполагаю, что город где-то здесь. Ну вот наш вот здесь. Это где-то здесь, да? Но, во-первых, это не факт, что так и есть. Так, ладно. Поменьше был по логии, давайте. Тролли, 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 тролли. Ну, мы должны их разбирать же спокойно, достаточно и уверенно. 15 кентавров. Не, вот 15 кентавров не хочу терять. Так, моральку словили. Благо, не очень страшную. Так. Не то, чтобы сильно завородились, да, от кого-то. Да. Ну ладно, что делать? Ну хорош, моральчик, ребят. Да, мы все в кентавра побежали. Очень неудачно. Очень неудачно. Ну, что поделать? 14 кентавров. Много. Очень много кентавров я отдал. Но очень хотелось... Очень мне хотелось получить... Эту шахту. Так, здесь я... Зачем так делаю? Хочу... Как будто хочу передать медленных гномиков, да? Жизель, если что, чайник я вижу, друзья мои. Не надо думать, что я совсем слепой. Шлем божественного просвещения, который вот так лежит и смотрит на меня, я, конечно, не пропущу совсем уж. Так, бычки здесь стоят. Хорошо, с бычками будем биться. Есть хижина мага. Провидца за чемпионами. Шестой день у нас, слушайте. Слушайте. Так, здесь так. Здесь отдаем пегасов Джереми, правильно. И тереком здесь собираем местные вещи. Значит, старатель, если я все правильно помню, дает 500 денег на первой неделе и 1000 уже на вторую. То есть это аналог водяной мельницы. Аналог водяной мельницы. Так, ты что делаешь? Ты собираешь вот эту вот денежку. Ну и бежишь, наверное, сюда собирать руду. Правильно? Правильно. Сколько у нас, кстати, доход королевства? Где кнопочка? Вот, 3000 нам пока идет. Два рудника. Ну и город, да? Там у нас стоит только префектура на 1000. Ладно. Шестой день. Ну, цитадель-то, наверное, имеет смысл поставить. Самоцветов на единорогах все равно не хватает. А под землей есть самоцветы. На следующий день ход мы их возьмем. Тут проблема в чем? Что я, конечно, могу поставить единорогов, но мне банально будет их не за что... Ну, не будет денег, чтобы их нанять. Потому что эльфов я буду нанимать обязательно, как вы понимаете. Кентавров тоже. Ну, а потом, наверное, можно и единорогов, да? По какому-то... Ранжиру, если расставлять войска, которые нам нужны. Жилище карточного колдуна Мага-Чародея. То есть, видимо, нам это что-то должно сказать, вот это колдуна Мага-Чародея карточного. Но мне, если честно, не говорит. Вот это, да, жилище колдуна Мага-Чародея. Понимаю, понимаю. Так, здесь терек что делает? Тереком можно на самом-то деле встать под конюшни. А, тереком можно встать и на могилу под конюшни. Да, давайте мы тереком встанем на могилу, я же ее еще не лутанул. Так, так, как ты хорошо бежишь-то тут, посмотри. Как ты хорошо бежишь? Ну, недостаточно хорошо. А войска мне надо передать сегодня кровь из носу. Просто я хочу, чтобы Джереми был рядом, а не андал. А тут бы еще собрать вот это золотишко. Так, ну тут мы, пожалуй, имеем право это сделать. И тут имеем тоже, смотрите. Хорошо. Здесь передаем пегасов. Одного оставляем. Берем денежку. Да, и андал уже отвозит все Жизель. Ну, неплохо, неплохо. Срастаются цепочки. Так, под бычков нужны мне пегасы. Одного, наверное, можно взять. Одного, я думаю, можно. Еще раз пожалею о том, что, пожалуй, да, что книжки у Жизель нет. Но, как говорится, кто тебе доктор, что у Жизель нет книжки. Ладно, погнали горгон бить. Благо, обычные это горгоны, немогучие. Один из кентавров еще хотят у нас есть, но я постараюсь как-то не допустить этого. Так, ладно, здесь давайте, ну, заморалиться, значит, заморалиться, что делать? Нет, отличная мораль у них не сработала. И мы можем, соответственно, здесь танцевать от этой печки. Ну, будем по кому-то стрелять, хорошо. По кому-то будем стрелять здесь. Ну, давай дальше отманивай, как можешь. Ага, один пошел вот сюда. Понимаю тебя. Где-то даже в чем-то поддерживаю. Так, сейчас мы аккуратненько вот так вот встанем, чтобы нам ничего не угрожало в этом отношении. И начнем расстреливать. Так, кармашек, если что, это я оставил для Пегаса, потому что ему больше отлетать-то не туда. Так, здесь продолжаем, продолжаем. Наверное, просто в защиту встанем, да? Так, теперь, теперь. Наверное, так, и, наверное, вот так. Слушайте, я сделаю, да и все. Правильно. Правильно. Так. Вот так. Ну, еще минус единичка, да? Похоже, нашего, да, кентаврика. И на этом все. Ладно, два кентавра. Это гораздо лучше того варианта, который нам изначально предлагался. Кстати, таверна есть очень стратежная. Можно при случае здесь будет выкупиться, если нам понадобится. Это ману можно залить. Непонятно зачем, но давайте зальем. Знамя Великой Битвы. Погост. Не так, чтобы я туда хотел лезть с такой армией, но так тут его еще и личи охраняют. К тому же здесь звездная ось еще одна, но за заклинательницами не вполне доделанными, да? Здесь только обойти могу. Так, сбоку. Добрый вечер. Добрый, добрый, недобрый вечер. Какие султаны и фриты? Ну, друзья мои, ну вы что? Слушайте, у нас есть Джеремис с тактикой. Я уже не зря ее брал. Я уже не зря ее брал. Вот что я вам скажу. Он сюда сразу же быстро не добежит, но... За два хода тут добежит, это раз. Нам нужно время, чтобы подвести войска из армии, из армии, из замка, это два. Цепочка здесь, ну какая-никакая есть, я так понимаю. Так, давайте-ка мы аэриса здесь поставим вот так под внешку кентавров. Кирик на месте. Все в общем пределе, все более-менее. Строить ли единорогов? Наверное, надо, слушайте. Наверное, надо. У нас какие-то деньги сейчас будут отсюда. Надеюсь, не 500, да, как в прошлый раз. Ну вот, за верховными джинами, конечно, мы рудник пока отбивать не будем, золотоносную шахту. Но вообще богато, смотрите. Я тут разведывал-то всего ничего, а уже две шахты отбил золотоносных и третью нашел. Так, ладно, меньше слов, больше дела. Больше дела. Поехали. Поехали. Так, поехали. Поехали-то мы поехали, но вот кентавров можно было и построить, да, кентавров, единорогов. Понимаю, понимаю, почему бы и нет, почему бы так и не поступить. Ладно, ладно, будем считать, что добавил немножко себе сложности. Хотя мне хватало бы вообще денег, чтобы все это скупать. Давайте смотреть, что у нас тут. Да нет, не хватало, я вот сейчас нанимаю героя, кланцы. И все, и деньги на этом заканчиваются. Ну, они на этом не заканчиваются, конечно, но мне бы не хватало на скупку. Не говоря уж о единорогах, вообще на скупку не хватало бы. Поэтому ничего не делается в пустую, да. Нет худа без добра, вот, вот что я хотел сказать. Вот какую мысль я хотел найти где-то. Ладно, давайте мы поставим рынок, спокойно развиваем экономику. Теперь нам торопиться по отстройке вообще некуда. Так, здесь Аэрис Кентавров берет. Мораль, кстати, обратите внимание, после раскопки могилы по понятным причинам... Да, у нас же здесь еще деньги. По понятным причинам мораль после раскопок могилы очень сильно портится. 3000 у нас вот еще есть. Это меняет дело, но не сильно. Просто я напомню, единороги стоят 4. У нас сколько оставалось бы? Ну, нет, единорогов бы купили, не купили бы гномов. Ну да, в общем, имело это смысл, конечно, постановка. Ну ладно, все, не сделал, не сделал. Я загружаться не буду, накосячил, накосячил. Все, давайте играем по-серьезному. По-взрослому, без вот этой беготни, сейвов и всего прочего. Так. Риланд, дипломат пришел. Дипломатия, как мы видели, здесь работает. Ладно, работает-то работает. Кентавров стало побольше. Это хорошо. Ты докуда все тащишь? Ну, докуда-то тащишь, да? Так, здесь я вот сейчас что сделаю? Я вот так заберу войска. Кстати, подковы демонов у Айриса я забыл в прошлый раз. Ну и Джереми у нас их тут перехватит. Да, вот так, замечательно. И тащит все это дело вот сюда наверх, где сейчас он примет бой. Не на жизнь, а... Не, на жизнь. На жизнь. Не будем давать вот эту альтернативу вторую. Она мне не очень нравится. Так, ладно, а Жизель-то что делать? Что делал Джизель? У нас тут высвободилось время. Ну, можно... На самом деле, подкачаться чуть-чуть. Еще дают стрельбу. Еще раз. Но если я от нее отказался в прошлый раз, друзья мои, давайте будем последовательны. Я буду качать тогда стихию, которая мне выпала. Так, ну и что, оставаться здесь, что ли? Если я сюда убегу, у меня не останется ходов. Ну да, остаюсь здесь, чтобы сразу перехватить потом у Джереми армию и бежать уже к оппоненту, будем надеяться. Его там найти все-таки. Потому что если я туда прибегу, а там оппонента нет, то вот этот весь наш Блицкрик не стоил и ломаного гроша. Или выеденного яйца. Кому как нравится. Вы за грош или за яйцо? А вот и здрасте. А вот и здрасте. Аджит? Ну, такой себе Аджит бегает. Так, ладно, не будем отчаиваться раньше времени. Бегает и бегает. Бегает и пускай. Здесь я что делаю? Здесь я все себе забираю. Так, единственное, султаны, да? Весь стэк пегасов мне там не нужен. Да мне они, наверное, вообще не нужны. Выделяю вот так единички кентавров. Ну и будем думать сейчас, как там закрыться. Хорошо, получше на тактике. Так, девятка. Понимаю. По полной программе, да? 27, кстати говоря, эльфов у нас великих. Это немало. Это, вот прямо скажем, немало. Так, вы терпите, да, здесь. Сверху, конечно, такое себе прикрытие получается, да? У наших кентавров. То есть, один пробивает, другой залетает. Так, что ли? Но по-другому мы не можем прикрыться на базовой тактике. Ну хотя бы. Мы, по крайней мере, прикрываем... По крайней мере, мы прикрываем... Эльфов. Это в данном случае самое главное. Пушку бить. Друзья мои, так это вообще отлично. Я даже не рассчитывал на такую вашу благосклонность. Так, тут мы тогда закрываемся опять же. Здесь имеет смысл бить. Так, 79, 111. У нас 90, да? Ну, больше шансов, что пробьет, но не сильно больше. Нет, будем терпеть стоять. А тут... Тут бахнем, молодцы. В гнома. Ну, тут понятно, кто-то должен был в кентавра прилететь. Это все ясно. Это все понятно. Так, здесь... Тебя привязываем. Тебя добиваем. Минус, к сожалению, 1 дендроид, 4 гномика и 19 кентавров. Ну, наверное, это неплохо. Так, еще один земляной человек. Что, взять тоже ему землю? Почему бы и нет? С другой стороны земли много не бывает. Так, здесь... Здесь виднеется конюшня. Мне бы вот на самом деле как-нибудь проскочить мимо него. И в замочек так раз дюркнуть. Он же здесь должен быть. Ну, а Джереми... Ну, что делать? Джереми, в общем, у нас, видимо, будет атакован Аджитом. И с большой долей вероятности убит. С Аджитом драться сразу же я... А, вот как здесь. Имеет ли смысл мне драться с Аджитом? Ну, вот я честно хочу... А, я не успеваю, да? Видимо, город где-то здесь. Но я туда не успеваю. Ну и ладно. Ну и ладно. Здесь давайте мы тогда сейчас... Соберем все, что можем собрать нашими... Саппортами. Так, чтобы не подставляться. Ты же не подставляешься пока? Не подставляешься. Это замечательно. Здесь давайте сначала под землей все это сделаем. Все, да? Все остальное вроде надо уже пробивать, отбивать. Нет, вот еще. Вот еще есть сера. Изумительно. Терек. О, тут еще и обзорная площадка доступная. Ну, это же замечательно. Волшебный лес. Сказочные драконы. Так, лесистый холм. Да, наш родной оплот. Проводник. Уменьшает штраф перемещения по пустошам на 50% до конца недели. Это обмен ресурсов. Лаборатория чернокнижника один к одному. Ну, больше ничего особенно интересного или примечательного не вижу. Прям, да? Совсем корона на плюс 6 или плюс 7. Плюс 6, по-моему, знания. Угу. Улей. А тут, наверное, уже, да, другой наш товарищ тогда. Ну, пока вроде мой прогноз, что замки вот так по углам будут, он срабатывает. Посмотрим, сработает ли он до конца. Так, ладненько. Ладненько. Еще у нас чувак с помехами. Кланси. Так, ну что, давайте, наверное, в экономику попробуем выйти туда. Здесь, ну, такое... Не, ну, в принципе, все неплохо. Нет, к сожалению, замедление и ускорение у нас есть на андале. Нам не хватает только блесса, да, благословения. Ну, ладно, пока, пока так. Пока так, ты что можешь хорошего сделать? Ты можешь... Так, выше, наверное, тебе бежать смысла нет. Пока что здесь вот так пошустрить. Забрать все, что мы не добрали. И Керек у нас что делает? Находит тут вот еще сундучок. Чуть-чуть ресурсов. А, Джереми же с тактикой, слушайте. Давайте мы бой-то проведем, посмотрим на Аджита. 2-3-2-1. Никакой Аджит. Армия. Ну, у нас-то сильнее, прям сильнее. То есть он, я так понимаю, на меня нападать не хочет. А может, он сейчас вообще рванет в сторону моего замка, а мне кем отбиваться? Ну, у меня будет замок, что значит, кем отбиваться? У меня будет два единорога, у меня будет Гурнисон, как минимум, да, там, с какой-то армией. Ну, тоже... Так, а что я, они убегают? Тоже такая прохладная себе достаточно история. Да, и он погнал к нам. Ага. Он погнал к нам, а мы погнали куда? Вот что-то мне подсказывает. Вот. Ага, а мы погнали в замок. Замечательно. Здесь мы забираем книжку. Тысячи, да, ничего не отстроено. Войска, кстати, скуплены. Обратите внимание. Можем что сделать? Можем построить, кстати, вихрь маны. Правда, мы такие себе колдуны, но ман это пусть будет. Но мана пусть будет. Третий день, я ему сколько бежать? Ну, ему бежать-то порядочно. Но вообще, так вот, по ощущениям, он успеет. Успеет прибежать и сделать нам ата-та. По крайней мере, попробует это сделать, да? Кто будет принимать бой с нашей стороны? Я даже не знаю. Может, андал? Вечер перестает быть томным, да, это называется? Как-то мы так разменялись территориями. Андал. Может, и андал? А, нет, смотрите, старатели. Еще могут быть и ресурсы. Я-то вам говорил, что там... Именно что... Золото, да, дают? Нет, ресурсы тоже могут давать. Тут мы просочиться уже никуда не можем. То есть, героев набрали, а дальше их реализовывать некуда. Ну, ладно, если бы не набрали, мы бы так тут не развернулись. Быстро. Поэтому ничего страшного. Тебя, наверное, тоже смысл доставать пока нет. Так, кланси, кланси, кланси. Андал, да, тут бежит, что берет силу магии, правильно? Здесь что мы делаем? Здесь мы строим кузницу. Кузнице. Так, хорошо. Есть Джереми. Кстати, а может пусть Джереми принимает бой? Смотрите, у него сила магии. Четыре. Так, на секундочку. Правда, знаний нет. Но пару стрелок хотя бы будет у него. Неплохих, бодрых таких, да? А мы можем еще его тут отправить подкачаться. Не знаю, получит он там опыт или нет. Но отправить-то мы можем где-то был. Тут ты не был. Тут ты был. Ну хотя бы вот сюда. Гурнисон. Гурнисон с баллистой. Но баллиста, правда, при штурме замка не работает. Но неважно. Чуть-чуть войск есть, да? Давай, замок поставим. Единорогов поставим парочку. Убивать их магии. Особо там магии нету. Башнями мы рулим. Ну хотя у него летун и все, кроме троглодитов. Но в принципе, по идее, мы должны отбиваться. Слушайте. По идее, вот так если совсем уж как-то это прикинуть. Так, что мы делаем дальше? В принципе, здесь мы все собрали и враг нас теснит. По всем направлениям. Приятно. Смотрите, базовые поместья к лансе. Плюс 250 денежек будет капать. Так, тут мы пройти, соответственно, не можем, да? Можем вот так вот нечестно унести немножко ресурсов. Давайте это сделаем здесь. Здесь я даже не знаю. Ну куда вот тебе отправлять? Качнуться можно тебе отправить. Чуть-чуть разведочки, да? Ну и Жизель стоит, ждет. На следующий ход наймем героя какого-нибудь. Дозветь им обзорочку, и нам будет все понятно. Ага, а вот он и герой бегает. Еще один. Так, скорость передвижения отжитов не впечатляет. Четвертый день. Пятый, шестой, седьмой. Слушайте, ну если он еще будет отвлекаться, мы можем, кстати, ему Аэриса подставить, чтобы он, так сказать, отвлекся на него, да? Можем, почему нет? Вполне себе можем это сделать. Наверное, так и поступим. Так, здесь пока так. Октавию наймем. Спрячем после этого ее, видимо, в город. 350 монет не лишние. Че видим? Синка. Ну вот с этой популяцией как раз. Так, хотя... Так, 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 дайте-ка я подумаю. С этой популяцией как раз. Угу, угу. Куча, кстати, опять повышалок на навыки, еще знания, еще силы магии. Ну, причем именно магических. Есть еще арена на плюс два атаки или защиты. Сапожки, кстати, есть за черными рыцарями, которые можно забрать. Которые можно забрать. Так, а мне бы андала, знаете, что? Мне бы андала, может, и разбить бы где-то. Имело смысл выкупить вот здесь, в темнице, и переучить и нашей барышне, нашей Жизельке магию. Ну, интересный, кстати, вариант. Так, здесь, здесь тебя далеко не уводим. Ты где-то здесь стоишь, чтобы потом мог проскочить. Вопрос, докуда он добежит? Я что-то не очень понимаю. Но ведь он вроде не очень быстрый. Так, Джереми. Джереми. Вот, ну, еще можно силу магии взять. Успеешь ты оттуда убежать? Ну, вот я не уверен, на самом деле. Ладно, давайте попробуем. Ну, и к лансе можно тоже попробовать ему отдать туда, куда-то запустить, да? Врагу путь лучше убивает наших героев. Нам главное выиграть время вот эту неделю. И у нас все, по идее, будет неплохо. Так, здесь стоим, здесь... Я даже не знаю. Ну, давайте... Давайте все-таки доберем ресурсы до конца. Я же вроде планировал, но ртуть просмотрел. Не очень понимаю, что делать этими героями. Ну, наверное-то, а что я еще и могу сделать? Во-первых, мне надо сделать постройку. Вот это точно надо сделать. И я не уверен, что имеет смысл ставить именно муниципалитет. Почему? Потому что тысяча мне это не критично, а вот войска мне получить критично, правильно? 50 самоцветов, обалдеть! Откуда такие деньги? Гурнисоны здесь берем. Оставляем единичку, правильно? Правильно. Октавию здесь, наверное, запихиваем в замок, чтобы она не отсвечивала и приносила нам спокойной денежку. Так. Так. Ну, ты, наверное, стой. Остальные, в общем-то, наверное, плюс-минус стоят где надо. Гурнисон единственное, что может тоже куда-нибудь сбегать, продвинуть себе артиллерию и вообще побежать навстречу Джереми, передать ему баллисту. Правильно же? Ну и у нас остается ход Джизель. Друзья мои, я предлагаю на самом деле на этом первую серию закончить. Я буду придерживаться часового формата. Ну, плюс-минус стараться это делать. У нас впереди очень интересные события. Нам нужно бить двух вражеских героев, двух лордов. Лордов, к сожалению, не чернокнижников. Да, я тут хотел посмотреть, как экспертные помехи плюс со специализацией Джизель на те же помехи будут резать колдовство, герои, силу магии. Но у нас еще остаются элементалисты, которые непонятно где. Ну и замковые ребята подкачаются. В общем, это мы все увидим в будущем. Поэтому сейчас мы первую серию прохождения миссии Великие Пустоши как миссия это называется. А то я вам сейчас расскажу. Знаете, на плиту здесь Великая Пустошь. Великая Пустошь, первую серию мы заканчиваем. Огромное всем спасибо, кто смотрел это видео. В комментариях жду какую-то обратную связь. Что-то, может быть, можно улучшить. Или наоборот, все очень здорово. И вы мне про это напишите. В общем, давайте, как всегда, общаться. Я только за. Вы это знаете. С вами был Антиквар. Всем удачи и до встречи в Героях Меча и Магии 3. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова